всем здорова с вами бэшик почитал ваши комментарии с ошибками допущенными игроками да ребята очень банально слили дом но и такое в расти тоже бывает выживаю на сервере burp rust это сервер есть альтернативная валюта скрапу крышечки крышечкой можно расплачиваться у кастомных торговцев которые находятся в городе бандитов и в городе ученых у них можно купить различные полезные предметы за эти самые крышечки тем самым вы экономите скраб и скраб пускаете на изучение это очень выгодно вы за крышечкой можете купить оружие а изучить за накопившийся скраб тем самым вы не потратите скраб на это самое оружие вся информация будет в описании под роликом и конечно же не забывайте поддерживать куру в ее начинаниях лодочка это уже как некоторый эталон всегда начинаю строить лодочку а потом постепенно от нее расширять дом удобно практично и на начальных этапах очень сильно выручает и 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 если этой пулей попадаешь человека не открывается кровотечения течение походу фармит совсем близко. Какая-то потнейшая битва. Я еще и полиции получил по ногам себе. Обожаю такие файты. А ведь я его по звуку услышал. Сразился с ним. И почти проиграл. Хорошая была битва. Построился небольшой домик. Расширил его. Изначально была лодочка. Улучшил потолочки. Поставил в кусты два верстака. Запасные копья. Спальничек. Гаражные дверочки. Ну и пока единственная лутовая. Вот такая вот компактненькая, уютненькая. Здесь гаражка есть на всякий случай. В идеале в будущем можно все это загнать в МВК. Забей. Он с копьем бежит. Вот так, да? Вот так вот, да? По-доброму, да? По-доброму. Убить пытался нас. Вот это ты добрый. По-доброму? Значит, я голый. Не стреляйте, не стреляйте. Я голый. А потом с копьем бежит уже в обратку. Движение справа со скалы бегут. Ё, просто два челика со скалы. Пассаж. Пассаж, ты не парься. Там два челика со скалы прибежали. Один все. Второй живой. Второй здесь. Обходит, скорее всего. А, все, они лежат по-моему все, да? Мне лицо подломали. Добил? Убил. Сейчас соберу. Ой, ой, сладенькие, ребятки. Total Lockdown. Новый бесплатный батл-рояль. Вам предстоит взять на себя роль одного из ста участников телешоу и приложить все усилия для того, чтобы одержать победу. Победа достанется единственному уцелевшему игроку. Регистрируйся и играй бесплатно по ссылке в описании. Ой, 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 бэшик. Ну, в общем-то, 12.56, 15 на пистолетный, кстати, и зажигательный еще вот. Ничего себе, там нормально такой аир был. Огнемет фуловый. Топляк у него был. 12 краснух. Ну, и то, что ты любишь, конечно же. Ой, сейчас мы поставим окружном по кустам, сейчас сладко будет жить нам. Нормально, да? Капканчик, капканчик. Ты слышал, да? О, ой, е, вот это лут. Вот это оку просто не зря войну вели за него. А он на мине сидит. Реально на мине сидит? В смысле, смотри, не трогай, не трогай. Я понял. В смысле, все, да? Я такой понял, подбегаюсь, смотрю, он на мине сидит, смотрит на меня. Я дал ему неплохо, он спрыг. Папа, забери. Он упал, он упал, он упал здесь, подожди. Я не слутаю его. Он валяется, у него ноги торчат, у него ноги торчат. Еще бежит где-то перед выходом. Бежит перед выходом. Где он, так и сайт, подожди, а, он все закис. Так, я скинул внутрь, подожди, помпаж. Ищи помпаж внизу. Он не слутается, как вебет. Здоров мой сладкий. Как ты делишка, дружище, расскажи. Как твои дела? Хорошо все? Нормально? Ногами через стенку пролез бедненький. Ну что ж ты так-то? Не надо так. Движение. Ангар 130, средний ангар 1 бежит. Живешь? Слез. Петанул его, но раненый. Ой, какой вкусненький он. Хвейбер. Все, уходим. Быстренько давай. Топляк наплавили. У меня 445 топляка, у тебя сколько? 200. Нормально, прям очень вкусненько. Так, давай-ка я перезаряжу частично. У нас там где-то лодка припаркована. Слушай, а он нормально бегает. 29 каменок, двушечка, красиво все. Лодок с 4 штуки, ты понимаешь, да? 4 штуки. Еще и вдали вон военка, и еще военные там слева. Нормально, ребята, так спармят лодки. Ага. Давай, Верты на крышу, а я как-нибудь вниз там соображу. Не могу выбирать, слезть. Да, это же. Взялся бы 400 крышечек. Сейчас купим питончик. Купим питончик. Ой, какой звук кративный, да? Мы так долго этого ждали. Копили эти крышечки. Вот так, ребятки, крышки хорошо заменяют скраб на берпрасте, поэтому заходите, пробуйте, копите крышки, тратьте крышки и покупайте всякое полезное добро. Там, кстати, мука-дверь есть. Вот, например, у этого торговца есть мука-дверь. У этого более такое простое снаряжение, то есть не такая уж прям элитность. Ой, красавец, просто, ой, красавец вообще. Там капец, дверей просто нет вообще у него. Ой, пацаны, а что это такое? Мне кажется, это что-то непонятное. Что-то взрывающееся, наверное. Нормально, Асаб, Асаб, хавка, Асаб, Асаб, еда, на. Асаб, водичка, ади водичка, Асаб, давай. А, это трупа вот там висит так красиво у меня. Короче. Ну, походу, дверь-то заблочила, мы еще сенки не достанем, судя по всему, да? Нехорошо. А, достанем, нормально. Псы ушастые. Псы ушастые, это нормально, кстати, оскорбление просто. Там псы ушастые. Рейдил, как усастые, усатые, ушастые псы. Я даже выглядеть не могу. Пацаны, у вас минус хата, переезжайте. Упс. Подходи. Буферка там. Металл. Короче, понятно, там несколько дверей все, ну хотя бы мы поняли, что. Собираемся, досворачиваемся. Все, пацаны, нормально, да? Полторы тысячи дерева. Не получилось у нас, ребятки, попасть в лут в этом доме. Я предполагал, что за этой стенкой что-то точно есть, а там буферка. Но зато мы еще лучше узнали строение их дома. И при наличии ресурсов, возможно, у нас получится их зарейдить. А пока получили море удовольствия. Нормально так под огнем порейдили. Рейдили, кирочками, копьями. Это тоже особый экспириенс. Убегай, убегай. Нет, убегай по-хорошему. Убегай. Я фармлю. Убегай. Ты что, у меня камушек? Ты что? Слышь, ты что, убегай отсюда? Уходи. А, погоди голос знакомый. Уходи сюда. Голос знакомый. Уходи. Голос знакомый. Да я тебя понял, уходи. А ты что, я вижу, я же знаю, что ты блогер. Ай, блогер. Это кто-то снимает, раз. Кто-то там, кто-то там, короче. Ты знакомый, ***. А, все, беже с нас, ***. Вспомнил, все, все, вспомнил. Я не знаю, у нас движение, здесь челик. Уронил. Прикрой меня. Второй, там, второй, там, второй. Где-где-где? А, вон, лучный. Двое ходят, от работы ехать отсюда. Быстро идем за ящики, прячься, и все. Быстрее, ребят. Похилюсь немного. Это нормально. Забирай, Патрык. Шприцы бери как раз. Шприцов с них наберем. Да откуда еще один взялся? У вас за спиной челик. Мне лицо сейчас сломал. Сверху я бегу, у меня просто... Он на меня бежит. Да что ж такое-то? Да снизу он у меня кроет здесь. Ребят, четыре головы. Просто вот чекайте, четыре головы. Еще один бежит. Да емае, слутывай его. Их очень много. Very, very, very много. Уже по мне стреляют. Уже, уже... Уже бежит, ребята. Я тут солянова. Я очень меня буду забивать. Я убегаю. Голову дал, но он со мной бежит. Ну, такая тоже штука есть. Никого не вижу. Вижу. один готов еще не бежит готов здесь о двушечка мало оружие мире так молока много очень верю вот это класс 4768 768 ну что же на удачу раз непредсказуемая игра тут тебе убить все что угодно может понимаешь вы слышите этот звук и я его слышу это пейджер валяется я его настроил на частоту нефтянки большой нефтянки судя по всему вещает нам что кто-то встал ящик я не помню куда его положил но пикать он будет по всему долго вот он сработал вот частота 4768 кто-то утает большую нефтянку до большой нефтянки нам конечно крайне далеко она вот тут находится ну пускай лутают ребята зато мы это знаем но если бы мы поселились намного ближе это реально было бы круто настраивайте пейджер кидайте в ящик и вы знаете что нефтянки точно кто то есть берданку забрал это кто такой был на ящик голову дал забрал мне кажется они рейдить собрались ну что дверей не до парочки как-то странно или они удостраивали я не понял чем-то и на концу делали но взрывов я тебя не слышал и 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 Продолжение следует...